В переводе с Дельфинева это может означать извини, сейчас не до тебя. Вячеслав тренер, в нашем случае фактически друг семьи, но обстоятельства того требуют. Ника родила малыша буквально на днях. Почти рядом Николь. Она, можно сказать, принимала роды. У дельфинов будущую маму всегда страхует подруга, если нужно, например, вытолкнуть малыша на поверхность, чтобы тот смог сделать первый вдох. В этот раз помощь по витухе не потребовалась. Абсолютно сама все сделала очень быстро, легко и сразу все пошло хорошо. Длина, вес и даже пол малыша неизвестны, поэтому имя дельфиненку тоже пока не дают. Мама старается держать на расстоянии даже сородичей, а малыш повсюду следует за ней. Они контролируют детеныша, оберегают, не дают ему каких-либо излишеств в чем-то, учат, подсказывают, где-то могут немножко его наказать за плохое поведение. Но в целом все как у людей. Папу зовут Ирвин. У них с Николь это второй малыш. Первый нолик уже начал карьеру в другом дельфинарии на побережье. С Ирвиным еще два молодых самца, им по 5-6 лет. Они также родились здесь, фактически в естественной среде. Дельфинарии – просто огороженная часть лагуны, в которой дельфины живут и трудятся. Папа занимается своим делом, работой, а мама оберегает малыша, чтобы во время трюков исполнения, когда они там выпрыгивают, бьют по мячу, чтобы ребенок находился в стороне, в безнапасной зоне. Ну, что и должна делать мама – оберегает своего малыша. Получается, мама в декретном отпуске. Но как только сочтет возможным, лично представит малыша тренеру. Нолика, например, познакомила уже через месяц. Фактически с первых дней малыш будет осваивать семейную профессию. Он может даже ссать молоко, не получая рыбы, но делать уже номера и трюки, которые делают родители. В дельфинарии надеются, что восхождение новой звезды начнется уже следующим летом, с началом нового сезона. Редактор субтитров А.Семкин